Решаем задачу след кода максимум свеп. Дано целое число. Надо переставить две цифры этого числа единожды, чтобы получить в итоге максимальное значение числа. То есть мы можем переставить такую перестановку сделать единожды и, соответственно, вернуть это максимальное значение, которое мы получим. Примеры. 2736. Переставили 72. Получили 7236. Все другие перестановки дадут значение меньше. 9973. Здесь ничего переставлять не надо. В итоге получим все равно число меньшее, поэтому возвращаем его само. Пишем метод. Передаем номер на вход. Так, значит, будем работать цифрами, поэтому первым делом надо получить эти цифры. Digits. Напишем метод num. То digits. Туда передаем num. Он вернет массив целых. Создаем такой метод. Тут теперь на варт меняем. Так, потом будем идти с леона права. Наша цель заменить две цифры или понять, что их менять нельзя. Не надо. Так. Поэтому будет два цикла вложенных. Первый. Оба по индексам. Первый от нуля до и меньше, чем digits. Length. И плюс плюс. Второй цикл. Уже, соответственно, j, 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 он начинается от i плюс 1. Так. Мы должны, значит, пройти, зафиксировав какое-то значение, какую-то цифру. Слева. Пройти по всем цифрам справа и выбрать, стоит ли менять или нет. То есть, поэтому здесь должны завести еще одну переменную. Соответственно, это будет maxindex. Пока он равен. И надо же какое-то начальное значение. Здесь будет какое-то условие. Мы будем что-то там проверять. И если окей, мы этот maxindex апдейтим на текущий. Так. После окончания этого цикла, внутреннего, мы должны проверить, если maxindex не равен i, то есть текущему. Значит, мы нашли оптимальный вариант. Мы должны сделать swap. Swap. Передать туда digits. И индексы. Соответственно, i, i, maxindex. Метод надо сгенерировать. Так. Тут, 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 тут. Сделать swap и return. Здесь будет digits. Тунион. То есть, у нас есть метод, который превращает число в цифры. И будет метод, который превращает цифры в число. Digits. Так. Create. Такой метод. То есть, тоже туду. Соответственно, если в результате поисков мы не нашли, то есть не вывалились из внутреннего цикла, из внешнего цикла через этот return, то, значит, нечего менять. Просто возвращаем исходное число. Так. Здесь помним про вот это. Тут тоже туду. Это понятно. Swap можем быстро написать. Он легкий. Так. War. Трэнп. Тут будет у нас. Ну, пусть будет digits. Так. Digits. 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 Так. И джи. И. Туда, сюда. Теперь и джи. Джей. И в джей записывается. Так. Так. Сварп сделали. Передвинем его вниз. Соответственно, у нас вначале был new to digits. Надо написать его. Потом digits to new. Так. И вот это условие. Но условие... Пока напишем такое. Значит, мы меняем цифры местами. Если digits... Если макс... Если макс... На позиции макс индекс цифра меньше, чем на позиции джей. Так. Так. Теперь займемся этим методом new to digits. Ну, тут, так как нет никаких ограничений, поступлю по стратегии ленивого разработчика. Я сделаю стринг value of new. Вроде ничего не нарушаю. Потом заведу массив digits. New int с длиной равной длине... В количестве... Длине str. Соответственно, количество цифр. Значит, тут этот digits будет возвращен. Здесь надо его заполнить. Fill digits. Так. Как будем заполнять? Будем идти в цикле по str. var digit str. to char array Так. И digits на позицию pos А вначале у нас pos будет равен 0. pos равен 0. На позицию pos мы будем записывать digit. Так. Но это же char. А нам надо записать цифру, которая ему соответствует. Вот есть такой приемчик. Мы напишем минус 0. Таким образом сюда попадет именно разница. А именно та цифра, которую мы хотим сюда записать. Ну и потом pos Можно надо сделать плюс-плюс Сокрементировать. Так. Теперь digits.to neum. Это, в принципе, простое простое действие. Result равен 0 вначале. Мы идем в цикле. Идем в цикле. pos вначале равен 0. И делаем это пока. pos меньше, чем digits.langs. pos plus plus. И что делаем? Мы берем result умножаем его на 10 и к нему прибавляем очередную цифру. pos Так. То есть, например, одна цифра передана. Мы result мы 0 умножим на 10 все равно 0 плюс цифра. В следующий раз опять умножаем на 10 как бы сдвигаем разряды и опять добавляем очередную цифру. И так пока цифра не закончится. Так. Мы вроде все написали. Форматирование. Теперь попробуем написать test. Так. У нас static setup метод не надо. assert.z Так. здесь, чтобы использовать потом статический импорт, добавим слово test. Тут assert убираем. Добавляем assert.gen. assert. Тогда теперь можно написать SQL 100. Передаем сюда, например, единицу. Должны получить единицу на выходе. Передаем 1, 2, 3, 4. Надо получить 4, 2, 3, 1. То есть, представляется первое и последнее. Попробуем. Тесты проходят хорошо. Пока все хорошо. Добавим статический импорт. Так, пустая строка. Так, добавим кейсы из условия 2, 7, 3, 6. В итоге там ожидают получить 7, 2, 3, 6. Окей. Так, после чего... А, еще есть еще кейс, когда ничего перестрелять не надо. Тоже надо добавить. Так. Все хорошо. И вот теперь с этим решением пошел я на лид-код проверить его. Там ударился. Вот такой кейс. Значит, этот кейс был... Так. По-моему, 2, 5, 7, 6. 2, 5, 7, 6. Нет, это кейс мой был. 2, 5, 7, 6. Мой. Тут надо нам получить 7, 2, 5, 6. Так, смотрим 7 и 2, меняем местами. Да, вот так надо получить. Тут пока все хорошо. Да. Вот такой кейс я ударился. 1, 9, 9, 3. Здесь мы должны поменять местами не первую девятку и единицу, а вторую девятку и единицу. Получаем 9, 9, 1, 3 должны получить. Так, смотрим. Да, тут вот наше решение падает. Потому что он хочет поменять местами именно единицу и первую девятку. Поэтому нам надо усовершенствовать наше решение. Как мы его усовершенствуем? Добавим здесь равно. То есть ищем позицию, которую можно сменить с текущим max-индексом, но который не только меньше, но и меньше, либо равен. Это позволяет получить правую цифру, которую хотим заменить, на более правой позиции. И тогда после смены этих двух цифр мы получим больше буст. Вот, сейчас пробуем. Так, прошло. Так. И вот теперь все вроде бы хорошо. Опять пошел на лид-код. Этот кейс прошел. И последний кейс, который удалился, это вот такой. 9, 8, 3, 6, 8. Так. Здесь ожидается получить 9, 8, 8, 6, 3. То есть первая восьмерка остается на месте. Но вот эта тройка меняется местами с этой восьмеркой. Сейчас посмотрим наш случай. Да, у нас падает наша имплементация. Это как раз из вот того, из того равно, которое добавили. Поэтому мы должны этот кейс, меньше либо равно, записывать не так, а расщепить на два кейса. Ну да, получится немного некрасивая запись. Ну, запишем так. Значит, тут будет меньше. Так. Или, скобочки, тут будет равно. Но это действие maxindex равно j будет выполняться не безусловно. Так. А когда еще у нас maxindex не равно i. Так. Почему? Потому что в этом случае вот он нашел восьмерку, он ищет с кем бы его заменить в самой правой позиции и в итоге находит тоже восьмерку. И взвена восьмерки восьмерки не меняет по сути числа. Вот. Поэтому мы ищем такую позицию, когда равны, но индекс, maxindex отличается. Так. Сейчас пробуем запустить. Все, проходит. Так. В принципе, все. Вот этот еще поз, в принципе, можно сделать тут. Так. Тут больше нечего добавить. Все, считаем это решением. Жу-ли-е. Продолжение следует. О.